Эти люди не ездят в маршрутках и вряд ли пользуются такси. Но от правил, ими установленных, во многом зависит безопасность тех, кто каждое утро и каждый вечер становится пассажиром. Вернее, не только от самих правил, но и от контроля за их соблюдением. И со всем этим точно не всё в порядке. Оттого президент будет хмур. Пусть это и не единственная причина. Хотя, казалось бы, требования государства просты и понятны. Первое. Безопасность людей. Второе. Легальная работа перевозчиков. Легальная. Выружку занижают, прячут, в конвертах зарплаты платят, налоги не платят в бешеных размерах. Но это мы занимаемся правоохранительными органами. Хотелось бы, чтобы Кубраков мне доложил вместе с Терцелем до Нового года для принятия решений. И здесь. Нечего с ними разговаривать. Налог не уплатил туда. И, как показывает практика, одно связано с другим. Статистика проверок повергает в шок. На 10 тысяч автомобилей приходится почти 9 тысяч нарушений. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам. Наличие необходимой водительской категории и стажа. Людей возят все, кто хотят. А потом дикие аварии, как под Смолевичьими. Гибнут дети и полтора десятка человек. Никто не виноват. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги для хозяев. Все понимают, правила дорожного движения написаны кровью. Но после жуткого ДТП с маршруткой в Смолевическом районе, когда погибли 14 человек, стало понятно. Правила пассажирских перевозок тоже. Тогда столкнулись не просто отдельно взятый грузовик и отдельно взятая маршрутка. Это столкновение интересов перевозчиков, которым нужно перевезти быстрее и больше, не так важно, грузов или людей. И самих пассажиров, которые вынуждены ездить на том, чего порой на дороге быть не должно. Основная масса – это, конечно, отсутствие допуска к участию в дорожном движении. То есть, лишат этим перевозчики. Число жертв и пострадавших в ДТП с перевозчиками растет. Штрафы не работают. По-настоящему, действенная мера лишь изъятие машин. В этом году уже 90. Есть и другая сторона вопроса – финансовая. Начиная с того, что чека от водителя такси не дождешься. Чеков не выдает, все в приложении. Так я у Яндекса чек не прошу, я у вас прошу чек. А дальше – сокрытие выручки, дробление бизнеса, зарплаты в конвертах и неуплата налогов. В такси вообще грешат тем, что автопарки работают поквартально, а потом просто меняют вывеску и работают еще квартал. И затем все повторяется снова и снова. Через неделю открывают уже новый парк, меняют свои имена в чатах и опять набирают этих же, грубо говоря, водителей. Само такси, не водитель, никогда не останется в накладе. Ведь свой немаленький процент модный сервис возьмет, как только захлопнется пассажирская дверь. Ты заказ завершил, а он сразу свой процент забирает. Я думаю, что нам, Роман Александрович, надо ужесточить наказание по реальным вещам. Слушайте, кто нас упрекнет? В Америке пожизненное заключение можешь получить за неуплату налогов. Демократичная страна. А мы чего телепаемся? Потери бюджета исчисляются десятками миллионов рублей. А добрать совестные перевозчики вынуждены закрывать свой бизнес, увольнять людей. Вот и вся справедливость. Говорить о справедливости тут и в самом деле не приходится. Ведь конкурировать на дороге легальным перевозчикам приходится с нелегалами и с нерегулярными собратьями, которые официально зарегистрированы под перевозку туристов или свадеб, а на самом деле выходят на обычные маршруты и буквально уводят пассажиров из-под носа водителя легальной маршрутки. Он идет передо мной, забирает людей, а я еду уже следом просто пустой. Все это в деталях объясняют президенту. Понятно, схему выявили. Но сложно не задаться вопросом, а как вообще так вышло? В 2017 году декрет номер 7 государство пошло на то, чтобы либерализировать этот рынок. И этим декретом было принято решение не давать лицензию на нерегулярные перевозки. Хотя такие лицензии на такси до 2017 года были. Ну, государство пошло на встречу, но бизнес это понял обратно вседозволенность и начало нарушение законодательства. Нарушение не платить налоги и прочее и тому подобное. Ну, теперь пусть обижаются сами на себя. И если кто виноват в данном случае не так важно, то вот что делать, определяться точно надо. Нам нужно досконально разобраться и установить единые для всех правила игры. Жесткие, прозрачные и понятные. Никого не надо давить, травить, увольнять и прочее. Правила игры одинаковые для всех. Шаг влево, шаг вправо. Правительство подготовило указ и предлагает создать реестр легальных перевозчиков. Вся информация о том, кто, на чём и куда едет, должна быть как на ладони. Там же диспетчеры, через которых будет проходить заказ. Тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками? В реестры ты иди вози. Правила будут тоже установлены. Если тебя там нет и, не дай бог, ты занимаешься этими перевозками, к Убракову и к Тертелю там места ещё у нас есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтобы понимали. Но ещё раз говорю, не надо давать им повод, что мы задавили, мы кого-то травим и так далее. Все, кто может, кого допустили к этим перевозкам, работайте. Все в равных условиях. Ещё раз говорю, шаг влево, шаг вправо. Жесточайшее наказание. И ещё. Поскольку одна из тем касается интернет-агрегаторов, очевидно, что всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. Никаких польских, немецких и голландских фирм. То есть у того же Яндекса, к примеру, должна появиться фирма с белорусским лицом. Правительство ведёт с компанией переговоры и вроде бы там всё понимают. Беларусь ведь не первая ступила на тропу легализации перевозок. И здесь нет разделения на государственный или частный извоз. Правила будут одинаковы для всех. Написать их, впрочем, можно какими угодно хорошими. Но они не будут работать, если не боятся их нарушить. И вот как это должно заработать. Не останавливая транспортное средство, не вступая в конфликт с людьми, которые там тоже оплатили перевозку, как они уже её оплатили, но они её оплатили. Они передвигаются, они хотят с точки А в точку В попасть за короткий промежуток времени. Так вот, в этой ситуации, наблюдая время от времени через средства контроля, фотофиксации, просто внешне наблюдая, что каждый день стоит на Могилёвской улице ряд маршруток, там есть номера автомобилей, это всё наблюдая, фиксируя все эти факты, предъявляются претензии. Вы занимаетесь нарушением законодательства. Мы вас исключаем из реестра. Если деятельность незаконная, то орудие совершения преступления изымается. Вот сегодня транспортная инспекция арестовывает транспортное средство, и начинается длительный процесс судебный. А там уже работает норма, значит, фактически по законодательству изымается транспортное средство. Это заставляет соблюдать законодательство. Впереди разработка программного обеспечения, и уже после перевозчикам дадут время на регистрацию. Впрочем, это не значит, что, сосредоточив внимание на нерегулярщиках, государство не будет следить за регулярным сообщением в целом. Жалобы ведь поступают и на недостаточное количество машин и маршрутов. Так что сбоев при наведении порядка быть не должно. И даже если представить крайнюю ситуацию, что перевозчиков на какое-то время станет меньше, на их место придут новые. Ведь передвигаться на маршрутках или такси люди не перестанут. Это просто удобно. А спрос всегда рождает предложение. Дологойска вам? Четыре рубля. Правда, время имеет значение. Ведь начинается сезон мокрого асфальта, снежных заносов, плохой видимости, а еще беспечности. Всего того, что отнюдь не способствует безопасности на дороге. И не важно, в маршрутке пассажир или в такси. Везет тому, кто везет. Безопасно и легально. Анна Пыш и Сергей Янковский. Наши новости ОНТ.